Всем привет, меня зовут Джина и добро пожаловать на мой канал, где я рассказываю и показываю жизнь нашей интернациональной семьи в Южной Корее. Я Калмычка, мой муж местный кореец, у нас двое детей, мы в ожидании третьего нашего малыша. У меня сейчас 37-я неделя беременности и такое чувство, что я вот на днях рожу, либо сегодня, либо завтра. Сегодня с утра у меня начал болеть живот, я сходила со старшим сыном в детскую поликлинику. Мы должны были пройти медосмотр, но мы смогли только записаться на него. Медосмотр нужно пройти для садика. В общем, пока мы дошли в больницу, пока мы дошли до садика, я пришла около двух километров. Ну и живот у меня начал болеть вот в тот момент, как раз таки, когда мы шли. Сейчас я пришла домой, живот у меня то болит, то перестает. Вот, я не знаю, тренировочные это схватки или нет, пока что не так сильно, просто как тянущие боли при женских днях. Надеюсь, что они усилятся и это будут настоящие схватки, потому что я уже хочу поскорее родить. До этого я переживала, что рожу раньше срока. Сейчас вообще с 37 недели ребенок считается доношенным, и как бы я готова. Я уже готова стать мамой многодетной. Живот у меня сейчас очень-очень твердый со всех сторон, если трогать его. Мне сейчас нужно будет собрать вещи в чемодан. Они у меня вообще так собраны, но их нужно положить в чемодан, на всякий случай, чтобы потом не бегать, не суетиться. В общем, сейчас я этим буду заниматься. Я уже начала собирать чемодан. Здесь у меня получается одноразовые трусы. Я взяла пять штучек и стала брать целую пачку прокладки. Здесь у меня нижнее белье, оливочек для кормления, здесь гигиенические штучки. Все, что необходимо мне будет. Расческа, вкладыши для оливчика, чтобы молоко не протекало. Мне сказали взять компрессионные чулки, на всякий случай. Также в этот пакетик я положу одежду малышу на выписку. Подумаю, что же взять, что взять с собой. Думаю, скорее всего, вот этот вот миленький, маленький бодик и комбинезон. Не знаю. Я уже не помню, что Елю мы одевали. Я тоже бодик какой-то брала. Но Ель-то у меня родился в октябре, в конце октября. А этот малыш в июле. Так что, думаю, что же взять. Либо же, на всякий случай, возьму еще один комплект. Скорее всего, с длинными ручками, с длинными ножками. Ну, на всякий случай, если скажешь, что этот не подойдет. Так, и возьму еще, возьму еще. Не знаю, брать кокон или не брать. Скорее всего, не буду брать. Носочки. Если мы оденем, получается, этот костюмчик нужно будет еще взять. Носочки. Носочки для самых маленьких. Те же у меня они тут. Ну, вот, скорее всего, эти беленькие. Или вот эти вот. Здесь у меня все постиранное. Так, нет, не эти. Вот эти, скорее всего, эти беленькие. Ну, и все. Сейчас я сложу в пакет. Положу в чемодан. Мне и про себя нужно подумать, что же одеть на выписку. Давайте заглянем, посмотрим, что тут у меня есть. Мне нужны штаны, определенно. Потому что в платье я не смогу кормить грузью. Я сразу знаю, что в свою форму не приду. Мои джинсы мне не налезут. Поэтому я думаю взять вот эти вот брюки для беременных. Джинсы не хочу. Думаю, вот черные брюки. Какой-нибудь верх. Не знаю, наверх что же взять. Футболку. Так, ну, скорее всего, какую-нибудь футболку. Опять же, черные, прям во всем черном быть не хочется. На белые тоже то, что белые брать. Чтобы удобно было кормить. И чтобы нигде ничего не облегало. Хочется какое-то что-то воздушное. Так, ну, не знаю, не знаю. Либо же эту черную футболку взять. Но она уже такая более домашняя стала. И хотелось бы ее одевать на выписку. Ну, и в Корее выписки не такие праздничные, как у нас. Не нужно там наряжаться. Просто можно пойти в своей какой-нибудь обычной одежде. Такого праздника из выписки не делают. В общем, сейчас я еще буду думать, что же мне одеть. В итоге я выбрала, что одену, но поняла, что вещи лучше постирать. Закинула сейчас в стирку, потом закину в сушку. А пока буду убираться дома, наводить генеральную уборку. Обычно я мою полы вот такими вот салфетками одноразовыми. Они крепятся к такой вот швабре. Но в этот раз и в предыдущей я усложняю себе задачу. Мою полы обычной тряпкой, руками на четвереньках. Сейчас я буду мыть за кроватью, потом эта часть высохнет. Кроватью снова передвину к стенке, помою там. Все буду двигать. В общем, будет у меня генеральная уборка. Пока убиралась, успела проколодаться. Заказала себе бургер и кол. Заказала бургер с грибами, сырные палочки, картошку фри и колу. Взяла все с этом. Очень проколодалась, пока убиралась. И вспомнила, что я сегодня еще ничего не ела, поэтому буду обедать. Я закончила уборку дома. Чистота. Двигла всю мебель. Везде просто мыло. Все это делая руками. Схватки немножко участились. Но они такие еще сильные. И сушка, кстати, тоже уже завершилась. Нужно будет сложить вещи. В чемодан я уже положила вещи для себя, которые возьму в рудом. Постиранные. Это платье, кстати, постирала из нового дела. Зеркало я, кстати, помыла, но забыла вытереть насухо, поэтому здесь разводы получились. Ничего. Животик у меня такой уже большой. Мне кажется, он потихоньку-потихоньку опускается. Сейчас будут складывать вещи, наводить порядки и считать схватки. Потому что думаю, что уже пора. Постирала также простынь для детской кроватки. Подушечку постирала. Мы, конечно, подушкой пользоваться не будем. Вот так пускай для красоты будет. И игрушка. Игрушка еще от Еле досталась. Такие вот штучки еще. Мне так нравится наша кроватка. Здесь есть, получается, свет. Режим вибрации, который можно регулировать. Музыка. Даже музыка. И здесь еще нравится, что есть место для хранения. Здесь у меня подгузники Еля. Всякие плетики. Теплый, летний. Вот эта вот штука. Мне многие ее советовали. Это подставка для кормления. Ни разу такую не пользовалась. Получила ее в подарок. Но все говорят, что она очень удобная. Схватки, увы, оказались тренировочные. Когда я уже была полна решимости ехать в больницу сдаваться, я уже собрала все вещи, приняла душ. Схватки прекратились. Я даже мужу уже написала, что вот думаю, что сегодня наш малыш родится. Но нет. Я еще ждала, когда они снова начнутся. Но тишина. У нас уже следующий день. Сейчас я позавтракаю. У меня на завтрак хлопец с молоком. Пойдет в больницу на плановый прием. С 36 недели. Плановый прием у гинеколога. Каждую неделю. Каждую неделю. КТГ. УЗИ. В прошлый раз меня еще смотрели на кресле. Надеюсь, в этот раз тоже посмотрят. Если что-нибудь там поковыряют. И родовая деятельность начнется. Не знаю даже. Мне просто на прошлой неделе врач сказал, если я ближайшие две недели не рожу, то я до 38 недели сама. Он будет вызывать меня роды. Почему? Потому что малыш уже на 36 неделе весил примерно 3,400. Если он родится больше 4 килограмм, мне сказать, что я буду делать кесарево по показаниям, так как после первых родов у меня разошлось лона. Я 2 месяца была прикована к кровати. Не могла не шевелиться, не могла встать. Ужасные боли были 24 на 7. Я думала, что останусь инвалидом, если честно. Я даже уже не думала, что я начну снова ходить. У меня были такие депрессивные мысли. Вы бы знали. У меня не было никакой радости от материнства. Почему? Потому что я не могла со смаза собой ухаживать. Не то, что о своем новорожденном малыше. Но все это прошло. Восстанавливалась я еще полгода после того, как снова начала учиться ходить. В общем, никому не желаю пережить тот кошмар, который пережила я. Надеюсь, что этого никогда больше не повторится. Поэтому мой врач каждое УЗИ, когда мне делает, на каждом приеме, проверяет не только малыша, но и есть ли у меня расхлаждение, есть ли у меня симфизит. В общем, вот такие вот дела. Еду в больницу. Взяла за собой на всякий случай чемодан. Мне снова начал болеть живот. И прям сразу сильно. Эх. На всякий случай взяла, чтобы туда-сюда не мотаться. Надеюсь, что сегодня рожу. Живот то болит, то перестает болеть. Уже подъезжаю к больнице. Я поняла, что это все ложная тревога. Мне уже сделали УЗИ. По УЗИ малыш примерно 3,700. За неделю он, получается, набрал 300 грамм. Сейчас я жду, когда у меня будет консультация. Мне дали с собой два апоклетика. Это с напоминанием того, когда нужно приехать в роддом. Ну вот когда схватки будут. Предложительность вообще для первородок 7-10 минут. Но мне сказали, на эти цифры не смотреть. Если там лопнет пузырь, либо же, ну вот, когда живот будет твердый. Сказали, на сколько, куда приезжать. И также, что нужно взять за бой. Список. Мне нужно доложить тесты на ковид. Три штуки. Нужно доложить влажные салфетки детские. Нужно доложить полотенчики маленькие. Детские тоже. Чуть больше пяти штук. В общем, да. Меня отправили домой. Сказали, если начнутся схватки, быстро ехать в больницу. Еду домой сейчас. Пока-пока. Как я вам не... Лена, мама, поеду в больницу. Возможно, приеду с твоим братиком. Ты рад? Мой мишлен. Да, сына. Да, у меня животик болит. Мама, иди, ты опами. Сына, бабуля ирку усыпляет, хорошо? Тише себя веди. Когда бабуля выйдет и скажет тебе спать, ты пойдешь спать, хорошо? Хорошо, сына? Сына, ты мне маме ответишь или нет? Все, отлично. Бай-бай. Бай-бай, Ира. Бай-бай. Омаганда. Я скачала приложение счетчик схваток, и приложение три раза уведомило меня собираться в роддом. Я дождалась мужа, и сейчас мы с ним едем. Схватки у меня каждые четыре минуты. Ну что, малыш, мы сегодня встретимся или нет? Делают КТГ. Проверить периодичный схваток. Понять, они настоящие или нет. Надеюсь, что я рожу. Мне проверили раскрыться, сказали 2 сантиметра. Но 2 сантиметра, это можно еще несколько дней ходить. Так что пока что непонятно. Это были ложные схватки. Нас отправили домой. Хочу же поскорее родить. Не могу. Хм. Этот ребеночек еще не торопится.